Всем привет, это Денис Вебер. Думаю, что каждый человек, когда-либо игравший в игры, хоть раз задумывался о том, как они устроены. Если во времена первых компьютеров и консолей создавать игры могли лишь на студиях с мощным оборудованием и какими-то нереальными умениями, то сейчас создание игр доступно куда большему количеству людей. И обычный программист, в одиночку собрав на коленке игру за один вечер, может уже на следующий день стать знаменитым по всему миру. Как сейчас помню, во времена расцвета браузерных и флеш-игр я первый раз поймал себя на мысли, что точно хочу создать что-то свое. Можно подумать, что мои попытки написать пару строчек кодов в кадрах программы Макромедиа Флэш привели меня к успешной и счастливой жизни разработчика игр, но это не так. Передвигать объекты и отслеживать нажатие кнопок было для меня, конечно, круто, но на этом все и закончилось. Ну а основа к созданию игр я подошел только сейчас. У себя на канале, да и в жизни я занимаюсь созданием 3D-графики и анимации, но в один день подумал, а почему бы не попробовать оживить графику, которую я создал. А мысль о том, что графика для игры уже готова, только грела мой интерес. Прелесть создания игр в том, что разработчик может создать вообще все что угодно. Ну или по крайней мере то, на что у него хватит у моей сил. Не буду скрывать, у меня уже был некоторый опыт программирования. Я создавал приложение для андроид и немного писал код для юнити. Но полноценную игру я не пробовал делать никогда. Я решил выбрать один из трех своих проектов, и выбор пал на Super Mario Bros. 3. В этой игре достаточно простая механика, минимум анимации и интуитивно понятное управление. И делать я ее решил, конечно, в 3D. Так как я никогда не разрабатывал игры, то иногда мне было ой как непросто. Как я и говорил, у меня был какой-никакой опыт работы в юнити и опыт написания код на языке C-sharp. Но в общем это все, что мне могло помочь. Я решил начать с простого, подготовить графику для загрузки в движок. Несмотря на то, что вся графика была готова, мне все равно пришлось многое доделывать и переделывать. Где-то была не подходящая геометрия или размеры, а в других местах путаница с материалами. Если раньше научиться программированию во флэш можно было по книгам, то теперь все то же самое, то и больше делает для нас ютюб. Я начал понемногу расставлять объекты на сцене и даже добавил камеру. Если вы играли в Mario с 3D-графикой после классических платформеров, то могли ощущать какое-то чувство неудобства. Разработчики переносили Mario в 3D, но вся атмосфера почему-то тут же пропадала. Поэтому я решил, что все объекты будут в 3D, но сама игра все-таки должна походить на классическую версию с камерой, которая передвигается по одной траектории. Соответственно и сам Марио будет передвигаться только влево и вправо. Можно будет придумать, как дать Марио запрыгнуть на эти большие блоки, но оставлю это на потом. Как вы увидите чуть позже, свет и текстура играют важную роль в восприятии игры. И нужно будет постараться, чтобы правильно настроить их в Юнити. Вот я и пришел к своему первому опыту программирования игр. Я создал растянутый куб и решил, что сейчас он сойдет за Марио. Воображение в разработке играет не меньшую роль, чем сама графика. Для разных объектов в Юнити создаются разные скрипты. Например, скрипт камеры будет описывать, как должна передвигаться камера, а скрипт игрока, ну вы поняли. Я создавал игру в том числе с помощью обучалок на Ютуб, но, как можно догадаться, готовых решений для моей игры в интернете, конечно же, нет. Есть какие-то базовые вещи, типа передвижения и слежения камеры, но в программировании приходится из большого количества кусков собирать что-то свое, да так, чтобы это все еще и правильно работало. Коллизии или столкновения – еще одна важная часть всех 2D и 3D игр. К объекту привязывают коллайдер, который реагирует на столкновение и, например, дает знать программисту, что игрок упал в яму или задел противника. Вообще, в игровом движке типа Юнити очень много полезных штук, которые облегчают жизнь разработчику. Например, здесь есть гравитация, которая может действовать сразу во всей игре. Как и в 3D, разработчикам игр бывает полезно посмотреть референсы, поэтому я открыл эмулятор оригинальной игры и какое-то время поиграл в него, пытаясь уловить непонятные мне раньше моменты. Пока игра больше похожа на бюджетную версию Geometry Dash с кубами в качестве героев, но совсем скоро я импортирую модельки и добавлю для них анимацию. В кубах со знаком вопроса хранятся бонусы. Для тех, кто уже играл в оригинальную игру, это не самый большой секрет. Пока я пытался настроить взаимодействие кубов с игроком, получилось такое безумие или, если говорить по-другому, еще одна идея для новой игры. На самом деле, несмотря на схематичность геймплея, игра понемногу начинает обрастать своей механикой. Думаю, что многое из того, что я делал, можно повторить гораздо более удобными и менее затратными способами. Например, для того, чтобы показать анимацию выбивания куба, мне пришло в голову добавить пустой куб и при ударе прятать куб с вопросом, оставляя пустой на сцене. Возможно, не слишком элегантно, зато работает. Монетки в игре играют достаточно большую роль. С помощью них Марио получает новые жизни и очки. Пара строчек кода и анимация кручения и сбора монеток готова. Для 8-битной игры врагов здесь действительно много. Только в первом уровне их целых 6 видов. Я решил ограничиться всего тремя, но для начала их вполне хватит. Цветок вылезает из трубы и плюется огненным шаром. Я написал таймер, который заставляет врага появляться и исчезать бесконечное количество раз. Сложнее было с тем, чтобы цветок следил за главным героем и стрелял точно в его сторону. Но я повозился с кодом несколько часов и наконец все получилось. Для прошлого видео я не создавал модельку Марио, поэтому в этот раз пришлось сделать и ее. Я не повторял все модели из игры точь-в-точь, только, скажем так, вдохновлялся оригинальным артом. Будем надеяться, что Нинтендо закроет на все это глаза. В будущем можно будет, например, сделать местный магазин скинов и за монетки, собранные в игре, продавать для Марио новую одежду или даже усы. Должно получиться интересно. Я добавил в блендер анимации бега и прыжка и отправил Марио прямиком на сцену игры. Настроить анимацию в Юнити еще та задача. Даже для человека, который уже долгое время работает в 3D-программе и настраивает анимацию в ней. Здесь все совсем по-другому. Большую часть времени всего создания игры ушло именно на добавление и редактирование анимации. И последний найденный баг был именно в анимации. Уверен, что вы, поиграв, без проблем найдете еще десяток багов. Один из самых узнаваемых врагов всей серии Марио это, конечно же, Гумба. Я до сих пор не понимаю, кто это, но Гумба по-прежнему напоминает мне сову. Марио прокачивается, когда съедает грик. Можно было просто увеличить в размерах модельку, но я решил, что кроме роста он должен чуть быстрее бегать и выше прыгать. В этом же уровне в оригинальной игре он может собрать листок и надеть летающий костюм. Я, конечно, хотел создать игру близкую к оригиналу, но для самого первого опыта и такого Марио будет вполне достаточно. Код для других врагов местами был похож на код для Гумбы. Обычные купы, кроме смерти после одного удара, могут быть использованы еще раз, чтобы забрать с собой кого-нибудь еще. Как-то слишком жестоко для детской игры. Я создал модельку панциря и оставалось только написать для нее код. Большая часть кода была написана, и я решил немного разнообразить уровень, добавив задний фон и прикрутив к нему эффект параллакса. Это когда задний фон движется с немного другой скоростью, чем картинка на переднем фоне. И последний штрих из основной механики – бонусная коробка в самом конце уровня. В ней поочередно мигают иконки, которые игрок может выбить. Выбив три одинаковые иконки, Марио получает бонус. Всегда знал, как выбить звезду и заработать максимальное количество жизней. А теперь бесконечный поиск багов. Хочется показать сразу на 100% рабочую версию игры, но с первого раза такое никогда не получится. Я в любом случае рад, что смог создать свою первую в жизни игру. В нее уже сейчас можно поиграть, скачав по ссылке под видео в моем телеграм-канале. Пусть она еще не идеальна, но зато она доделана. У меня на примете полно фишек, которые можно добавить в игру, и если вам будет интересно, то я обязательно продолжу этот проект. Напишите и вы, если найдете новый баг. Или может быть у вас есть идея, которая точно должна быть здесь реализована. Кто знает, может моим следующим проектом станет игра по мотивам Battle Tots. Какое-то время назад я и понятия не имел, что значит быть разработчиком игр. Если вы чего-то действительно захотите, все, что нужно, это упорство. Обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не потерять полироуд в списке подписок. И до встречи! Скоро здесь будет что-то очень крутое.